Мы сейчас находимся в живописном месте, в Больших Салах. В храме Сурб Аства Цацин, что в переводе с армянского – Храм Святой Богородицы. Сейчас пока идет служба, после службы мы поговорим со священником Терананим. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Сурб Аства Цацин Терананим. Здравствуйте, Терананим. Скажите, сегодня мы побывали здесь в храме и заметили один такой момент. Несмотря на то, что сегодня воскресная служба, прихожан было очень мало. У вас такая тенденция еженедельная или это совпадение? А может быть, сейчас такое время, что спад верующих какой-то случился среди армян? У нас в церкови приходят те люди, которые знают, куда, зачем и почему надо прийти. И очень сложно сейчас донести или настучаться до сердца людей, что воскресенье надо почитать Бога. Это день воскресенья, день воскресенья Господни. По-армянски киряке, то есть день Господни. И хотя бы из пяти, десяти с лишним воскресенья в году, да, семь раз участвовать во время божественной литургии и исповедоваться, причащаться. Скорее всего, наш народ, вот эта добрая традиция сохранения веры живую утерял. И сегодня нам надо восстановить это все, чтобы каждый крещеный человек осознал, что день своего крещения, когда он усыновился Господом, Богом и стал дитем Божиим, надо отцовский дом не забывать и часто появляться на богослужении, особенно во время литургии, прочиститься с Святого Престола. Хотя бы раз в неделю. Это хотя бы семь раз в году. Я не говорю, а, где же, каждое воскресенье, но это необходимо, чтобы каждый верующий, крещеный человек об этом задумался. Потому что пройти усыновляться и не появляться перед отцом – это неприятно. Особенно, когда божественная литургия тут очищающая, сближающая Богом богопочитание, которое веками уже настолько красиво, организованно, органично, мелодично создано, что даже присутствие уже благодать. Я не говорю о присутствии, я говорю об участии. То есть у нас еще утрата в том, что язык непонятен народу. И слава Богу, что сейчас во многих церквях это уже тенденция есть, чтобы книжки стоят на армянском языке, перевод на русский язык в данном нашем епархии, российской новонах, чернавской, и транскрипция русскими буквами, чтобы человек не только стал, присутствовал, а участвовал, знал, что говорит священник, что говорят дьяконы, что поют певчие. И это участие сближает нас, потому что день воскресенье и вообще церковное служение. Все служения – это богопочитание. Потому что Бога, кого мы верим, мы почитаем Его, и это становится обрядовое. То есть почитание, разумеется, обряд. А эти обряды уже веками сточены, я как говорил, ошелефованы, настолько красиво изложены, что одно лишнее буквы там нет. И значит, человек, который общается, приходит, становится хозяевом, становится истинным наследником, что наши предки, наши отцы передавали нам, или хотели передавать. И нам сегодня задача, правильно вы заметили, из-за того, что языковые, непонятные моменты существуют, очень трудно достучаться. Допустим, служба проходит где-то час-пятнадцать минут, час-тридцать минут, но и проповедь. Сейчас вот эта миссионерская деятельность надо активировать, и слава Богу, мы это заметили, что без слова пастыря, без пастырского слова невозможно прийти к успеху. Это залог успеха, чтобы донести народным языком до людей, что почему, зачем они были здесь, что читалось Словом Божиим в этот день, и какие праздники происшествований, какие мы ждем на следующей неделе, чтобы уже какая-то тоже подготовка была. Вот что необходимо сделать, чтобы все-таки привлечь молодежь, например? Молодежь, я думаю, сегодня очень активная. Я об этом с радостью, эту заметку делаю, потому что любой человек, который в каком-то возрасте, особенно вот в молодые свои годы, начинает задуматься о своей идентификации, о своей нации, о своей принадлежности к какой-то церкви, какой-то религии, какой-то учению, это самый тонкий и очень важный период жизни. Я думаю, что в информационном нашем веке молодежь очень высоко ценит важность изложенного, и активность молодежи явно. У нас... То есть она возрастает. Да, возрастает, возрастает, и это заметно. Просто нам, как священнослужителям, тоже надо быть, как говорится, на чеку, быть готовым принять, потому что разные вопросы, абсолютно разные точки зрения, и особенно в этом большом путанице. Мы... Программа тоже будет в интернете. Интернет — это такую путаницу делать, что человек... Очень трудно сегодня разобраться, кто прав. О любом правде существует десятки программ, что это неправда. Есть еще полуправда. И еще, да, еще программы, что это полуправда. Ну, то есть полуфабрикованы такие все материалы, и бракует человек сам, анализирует сам или выбирает сам. И в интернет-поле тоже, я думаю, что это очень активный такой посев должен быть, Слово Божие от священнослужителей, чтобы было достойно упор на то, что сегодня антихристианские действия существуют, существуют вот эти проповеди, разрушающие мнения серьезных людей о церкви, о духовности. Здесь однозначно наша молодежь должен понимать, что часть вот то, что сказал, идентификации, кто я, откуда я и представитель какого народа, здесь очень важно иметь свою духовную принадлежность. И армянин всегда, вот спрашиваешь, кто армянин, армянин и христианин. Синонимы, да? Да, как бы синонимы. Сегодня это тоже, сейчас мы видим отчуждение от этого, потому что путаница идет. И в этом смуте человек должен знать, чтобы оценить. Если не знает, он не ценит. Значит, у нас вопрос, опять-таки, может быть, возвращаюсь, о знании. Надо читать, узнать, спрашивать, общаться, а и сближаться к своей наследии. Вот я, это все, что двухтысячелетняя наша духовность, наша церковь, армянская, апостольская церковь, это огромное наследие. Если мы какие частицы знаем, и то переданы от уст врагов, вот видите, ваша церковь была так, такой-то предатель был патриархом, такой-то был священник, или был такой священник, который делал восстания, стоял, возглавил народ против неверия. Но отрывками не надо. Терамани, есть еще такая категория молодых людей, и это уже не интернет, а действительно реальная жизнь. Очень популярны сейчас стали какие-то языческие символы, то есть возврат к язычеству. Таких молодых людей, я думаю, вы и сами встречали, не раз слышали. Бывают такие, для кого-то ислам стал популярной такой религией, да? И как вы относитесь к таким армянам, молодым людям, которые уходят в какие-то языческие символы верования, да? Древнеармянские, дохристианские, или в ислам, или в буддизм, например? Хочу заметить, что определение выбора духовной своей реализации человек свободен. Я не против свободы человека, но я против того, чтобы человек утратил то, о чем он незнаком, незнакомившись, не позная всю глубину и, скажем, вес цены отцовского наследия, переходит к чужому, и выбирает чужое, и старается более агрессивно защищать себя, потому что выбрать чужое. Ему приходится защищать. Включается еще защита, такая функция. То есть, получается, нет выбора. То, что он поймал, туда он и идет. Да, кто проповедовал, тот и взял его. В армянском язычестве я просто удивляюсь. Удивляюсь, потому что настолько наша культура древняя была высокая, гармоничная, прекрасная, что Христа Иисуса, Господа нашего, наш народ воспринял его как родного. И оно так и есть на самом деле. То есть, противоречие того света, того жизни, справедливости, просветительства и само пожертвование, оно было у нас достигнуто в нашей культуре, в нашей духовной сознании. Очень интересно для меня, что первые священники, которые перевели святые письмена, вот школа Месрок Маштоца состояла из детей, жрецов. То есть, это люди, которые были грамотны, начитаны, и их дети, зная культуру своих предков-отцов, они так усвоили и передали, что, слава Богу, у нас это был фундаментом нового подъема, нового духовного подвига. И отказаться от этого подвига и сказать, я возвращаюсь к, кстати, язычнике, которые молодежь особенно активно разговаривает, я понимаю, что недостатка духовности, то есть, почитание природных или там каких-то символов. И опять-таки, отрывками все идет, отрывками. Вот это наш символ, да, да, это символ. Но смотри, в наших церквях, в фундаментах церкви или куполные сооружения, они имеют этот символ в себя. Мы не оставили это все в прошлом, разрушили, а это основа была нового возвышения. То есть, вместо того, чтобы пойти вперед, мы идем назад. А что касается исламу, я очень сожалею, особенно за тех семей, где уже смешанные браки. Это тоже, я думаю, что новый тип самоотмана, что религия, это может уже второе место быть. Главное, любовь, уважение, человеческие такие отношения. Но хочу заметить, что если в христианстве такие отступнические моменты более так смягченно, так скажем, да, воспринимаем в исламе, это очень жестко наказуемо. И не надо себя обмануть. То есть, у девушки, которой родился сын, он уже не будет вартаном, он будет махмудом. Я не против любви человеческой. Но для понимания, что этот махмуд или человек, который родился в исламской среде, воспитание исламских родителей, часть которых является дедушка, бабушка, своим большим влиянием, да, это уже столкновение культуры. И здесь очень далеко надо смотреть, имеет или будет иметь ребенок выбора потом. То есть, не навязывается ли ислам или христианство. Это очень важно, потому что о будущем надо думать заранее. Вот, кстати, о девушках. Я заметил еще такую в последнее время тенденцию, что во многих армянских храмах женщины заходят с непокрытой головой. Это разрешено церковью или это вот веяние времени? Знаете, зайти в церковь покрытой головой женщинам советует апостол. В своем писании, отправленном к Олимпианам, дает знать, что кротость и смирение и перед Словом Божиим покрывать свою голову уместно и не извлечь лишнее внимание. Для этого и это послание было апостолам сказано, что где, скажем, женщины покрывают свою голову, мужчины открытой головой заходят в храм. Я думаю, это ничем не отнишь, но мы далеко от этого шли. Не только не покрывают, но и неопятными одеждами можно видеть и задают вопрос, ну, а что жарко, летом особенно, да, полуголые вот заходят. Нет, но с другой стороны платок-то не пуховый. Да, да, платок-то не пуховый, это не шуба на голову. Это, я думаю, что лишняя самооценка, то есть сама обман. Лучше понимать, и в конце-в концов эти молодые годы тоже проходят, и ты осознаешь, что, допустим, к отцовским домам пойти надо такой одеждой. В дискотеку ходишь, вот тебе одежда для дискотеки, на спортзал, вот спортзал. А это церковь? Да, это церковь. Это люди, как и ты, которые верят в Бога и пришли сюда почитать его. То есть это очень серьезно. Не оскорбить чужое восприятие, не стать поводом, как Христос сказал, камнем стал столкновение. Вот, искушение, камнем искушения. Чтоб человек вместо того, чтобы помолиться, заинтересовался о твоей личности. Но тоже не отказываюсь от реальности. Иногда церковь сегодня, в наши дни, это место, где люди приходят увидеть, да, ровесников. Еще один такой вопрос, который будоражит умы очень многих людей. Православная ли армянская церковь? На этот вопрос существует очень логический, очень фундаментальный такой ответ, который начинается с вопроса, кто являются основатели армянской апостольской церкви. Уже говорили, да, армия апостольская. Апостолы, Фадей, Варфоломей, разумеется, основатели, отцы-основатели православия, то есть праведного прославления Господа, правильная вера, передали всем народам, кто? Апостолы. То есть Фадей, Варфоломей, непосредственники, ученики и апостолы Иисуса Христа, они были неправославными? Вот простейший ответ на этот вопрос. Они являются основателями в Армении христианства. Первый официальный, легитимный, легальный патриарх армянского народа Григорий Просветитель. Который был рукоположен в кесаре от руки Ливонтия. Извините, не православный, православный. Григорий Просветитель, который подписал и утвердил никейский символ веры 325 года. Основа православия. Православная армянская церковь или нет? Конечно, да. И никак, и ни в каком букве богословия армянская церковь не отступила от принятых трех соборах решений не чуточку. А три основные соборы, которые приняли богословские самые важнейшие решения про Святой Троицы, про Христа и про Богородицу и Святого Духа, оно принято армянской апостольской церковью как основа веры. Догмат нерушимый. Остальные локальные местные собрания всегда решали местные вопросы, не богословские сложные эти вопросы, которые общеприняты. Остальные, скажем, традиционные исторические церкви, Византия, Рим, они имели свои соборы, иногда они и назывались Вселенскими. Но Вселенские, я так понимаю, что это те соборы, где все патриархи, все главы церквей приняли участие. После 451 года Хакедонского собора и тогда не участвовала армянская церковь, и после этого не участвовала в этих собраниях. Так кому тогда приходит такая мысль, чтобы вот расшатать ситуацию, чтобы сказать, что армянская апостольская православная церковь является еретической? Нас называть еретиками. Причем даже среди духовных лиц есть... По крайней мере, это ложь. Я очень сожалею, что такой подход существует. Это ложь, это обман. Это, можно сказать, и если человек не изучал историю, богословию, церкви, не имеет права войти и сказать свое мнение. Прежде чем сказать мнение, надо углубляться в вопросе. Я думаю, что это неуглубленные ответы были. Многие, даже после программы, я не ошибаюсь, год-два назад, это вышло, шум был отец Ананя. Правильно ли мы слышали, что армянская церковь вчисляется в еретические направления? Нет, конечно, нет. Это нереально, это невозможно. Потому что и отцов-основателей еретических этих направлений, и Евтихея, и Нестора, и Ариуса, и Македона, армянская церковь, дает анафию, не принимают их учения. Как мы можем взять Евтихейское монофизизм, сказать, что армяне монофизиты, и принимают это учение? Единь природом воплощенного Слова Божия. Чтобы не разлучать и отделять во Христе вот еретические, вот в чем было еретическое разногласие с церковью? Что они, еретики, да, еретичество, это когда человек или школа богословская попала в крайности, видели во Христе только божественность, только человечность, человеческую природу, или смешивали и запутали. Нет, армянская церковь признает и принимает Бога-человека, воплощенного Иисуса Христа, полное, полное человек и полное божество. И Бога-человек приносит спасение и ведет нас к спасению и показывает путь, потому что отрицая одно из частей, да, мы будем отрицать наше спасение. Так что думаем, что уместно будет такие тонкие богословские вопросы при присутствии или при углубленных знаниях высказать мнение. Хотя уже официально я это хочу, чтобы наши зрители знали, российская новонахчеванская гепархия уже с этого года принял и зарегистрирован как святая армянско-апостольская православная церковь, чтобы наш народ, который проживает в России, не имел такое полу, представление, кто мы. Мы не боимся от нашей веры, и это та страна, где армянская церковь, армянский верующий всегда чувствовал себя комфортно, имел возможность строить церкви, имел возможность высказать свое почтение и уважение русской церкви православной. И это очень важно, чтобы наше тесное понимание продолжало и прогрессировало. Это не говорит, что мы здесь занимаемся миссионерствованием, как раз таки мы занимаемся окормлением, духовное окормлением наших прихожан, представителей армянского народа, многонациональной России не иметь, скажем, встречи с другими народами, представителями других наций, не возможно. То есть в армянском храме может получить духовное кормление и человек русской национальности, и наоборот получается, если, допустим, армянин, нет у него храма армянского, он также может пойти в русской православной церкви. Честно сказать, мы живем сейчас в таком среде. Наша церковь, местонахождение рядом никаких более 20-25 километров не существует других церквей, и многие из поселок русских приходят сюда и на Рождество, и на Пасху, и на, скажем, похороны, и на истоведь, на причастие тоже люди есть, которые приходят и получают духовное околомление. И наши соотечественники тоже проживают в таких местах, где далеко за сто, иногда и даже за тысячами километров можно найти армянскую церковь. Что им делать? Конечно, совет, что войти для благопочитания, для своих духовных нужд, можно войти и свечку поставить, и слушать проповеди, окорляться духовно, укрепиться в вере, духовное воспитание иметь, чтобы не терять вот то драгоценное, да, как сказал, вершину, которую мы достигли, и вдруг это все растерять. При этом, при всем, не забывая, что как мы другим, скажем, народом объясняем, говорим, вот вы видите, мы почитаем Бога, разговариваем с Ним на нашем родном языке. Вот здесь языковая тонкая, чувствительная и духовная грань, да, общения с Богом на своем родном языке. И, конечно, для армянина очень важно общаться с нашим родным языком, это тоже одно из важнейших моментов для самопознания, самоидентификации и продолжительности, потому что если отрываешь духовность и язык, отрываешься от того наследия, которым ты призвал быть хозяином сегодня. Спасибо, Таранани, очень был конструктивный, интересный разговор. Спасибо. Спасибо.